Как говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и студент, пока сессия далеко, какие там приметы и суеверия. Но как только зловещее слово «сессия» все чаще начинает резать слух, студент обращается к самым разнообразным способам, только бы не оставаться с пустой зачетной книжкой. Вообще я полагаюсь на случаи и на свои какие-то остаточные знания. Мне никогда не помогали ни суеверия, ни зазубривания, потому что я не учу, ни зубривания, у меня это не получается. Я рассчитываю на хорошую улыбку и на то, что я подарю преподавателю хорошее настроение. На улыбку и хорошее расположение рассчитывает каждый, будь то студент или молодой ученый, защищающий диссертацию. Между прочим, атмосфера и настрой преподавателей также имеют значение. Известный многим депутат Геннадий Карепанов также внес свой вклад в число успешно сданных госэкзаменов, в том числе и для студентов дистанционного образования. Очень трудно было студентам дистанционного образования, которые не были в университете, не имеют опыта защиты, не имеют опыта общения с преподавателями, такого как студенты дневного отделения. Конечно, для них очень важна была вот эта атмосфера, которая складывается в ходе государственной аттестации. Но здесь я тоже хотела бы подчеркнуть и ту роль, которую председатель аттестационной комиссии сыграл в этом, всегда доброжелательный, всегда готовый прийти на помощь студенту, и как раз и роль других членов аттестационной комиссии. Но, как оказалось, не только доброжелательность экзаменатора помогает студентам. Приходится списывать часто. На это у меня есть очень хорошая вещь. Это электронная книга. Закинул туда все лекции, все шпаргалки, открыл, преподаватель все равно не понимает, что это такое, ну, зачастую. И вот, собственно, вопросов как бы и не возникает даже. Но я зря, наверное, раскрыл этот секрет. В копилке у студентов хранится также немало разнообразных секретов на стрессоустойчивость. У каждого свой подход. Приятная музыка, она тонизирует. Она не расслабляет, не успокаивает, а именно тонизирует, что есть поддержка, ну, хоть с какой-то стороны, со стороны музыки. Ну, и тем самым есть уверенность в том, что все получится. Меньше кушать углеводов, хлеба, мяса. Все-таки больше фруктов, овощей. И будет очень много энергии именно на работу мозга, как бы, да, на умственную деятельность. За окном июня. Хочется погреться на солнце и расслабиться. Но сессия для кого-то еще только начинается. Это еще одна проблема для сдачи экзамена. Сессия началась, в принципе, как обычно. Радует, что она проходит все со второй смены. Не приходится просыпаться очень рано. Вот. Уже успел сдать один зачет. Самый первый день. Ну, это радует. И легко дался зачет? Да, очень легко. Я не мальчик. Предстоящая сессия у меня вообще уникальная, потому что мне нужно за всю следующую неделю закрыть все экзамены и зачеты. Поэтому сейчас в ближайшее время я иду домой и начинаю усердно готовиться. Как оказалось, современные студенты уже не верят в старинные обычаи и поверье. Сейчас на вооружении хорошая память и средства технического прогресса. Но все-таки остались некоторые излюбленные приемы, которые еще долго не выйдут из моды. Лена Кириллова, Алексей Мойсов, телеканал Евразион ТВ.